Пацаны, всем здорова! С вами Федерико Лопес. И началась опять война на ГВ с БАЛОС. Но прежде чем вас позвать, я решил снять полный туториал на ГВ, что, как вообще, там, патч, не полоска, там, захваты, не захваты. Потому что я реально уже устал отвечать на ваши вопросы, то есть, если вам лень так разобраться, то, пожалуйста, я снял такой мини-летсплей на ГВ, что, как вам сделать, чтобы вступить в рифу. В общем, давайте, я вас, ребят, всех жду, подтягивайтесь на ГВ, буду рад видеть просто каждого. Ну, в общем, смотрите туториал, желаю вам удачи разобраться, будут вопросы, пишите в скайпе, все будет в описании, все ссылки, там, все темы, все в описании, все прочтите обязательно. Так, ну и все, пожалуй, начнем к цене. Для начала вам нужно будет поставить патч, без которого, по сути, вы не сможете играть вовсе. Для чего я не буду объяснять, но посоветую сначала удалить все ваши читы, софты в папке с игрой. Значит, как его ставить? Все файлы с архива вы перемещаете в папку с игрой, в корневую, копируя при этом и заменяя все файлы в игре. Далее, на ГВ, в отличие от других проектов, 160 хп. Вот еще один архив, который скачаете под видео в описании. Это длинная полоска, 160 хп. Также перемещаете в корневую папку, заменяете и все, патчи и хп готовы. То есть, вот, готова ваша GTA для игры на RPG World. Теперь далее. Итак, вообщем, вот мы в игре. Обратите внимание на правый нижний угол. Видим надпись античит. Значит, патч работает и все отлично. Так, теперь, когда вы уже докачались до второго левела, там, донатом, не донатом, я не знаю, где бывает, играли 8 часов, обратим внимание на то, что сейчас видите 9 из 8 респектов. Ну, а левел видите первый. Цена следующего уровня 25 тысяч. То есть, смотрите, чтобы перейти на второй левел, вам необходимо прописать команду «бай левел». Видите, да? Оп, все. У вас есть два неподораченных андроидера. Вот, теперь я второй левел, да? А теперь давайте немного о рецензии. В общем, существует два вида. Официальный и неофициальный. Ничем они отличаются друг от друга. То, что официальный вы покупаете в автошколе, неофициальный вы покупаете у «Мафии». Сейчас у меня уже второй левел. И я покажу, где купить лицензию на оружие на втором левеле. В общем, пока мы едем, что бы вам еще рассказать. То, что, если, смотрите, если у вас там на захвате отнимают мусора лицензию, то и там будет высвучено в чате. Просто немногие задавали этот вопрос. Я уже устал на него отвечать. Там вам высится лицензия изъята там в срок, там 5 дней, например, да? В любом случае, вы можете сейчас поехать опять к мафиям. Если у вас все забрали там на 5 дней, на 10 дней, хоть там всегда, вы заезжаете к мафии и покупаете неофициальную лицензию. В таком случае, независимо от того, что у вас там забрали мусора, вы покупаете мафии и снова бегаете и покупаете оружие. Помимо того, в мафии также можно купить наркотики, помимо лицензии там или оружия. Но оружие вы будете покупать вам, я это позже все расскажу. Они ездят нам по бизнесам, предлагают по 98 грамм. То есть, увидели мафиози, пишите ему 98, он вам предлагает наркотики, вы их покупаете. Ну, про наркотики немного позже я вам скажу. Значит, вот, сейчас мы едем к мафии и ЛКН. Доезжаем до нее. Ну, 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 ради. Вот они такие, оранжевенькие. Так, все, мы приехали к ним. Сейчас надо теперь к ним залезть как-нибудь. Ёма. Вот, отлично. Так, что-то они в кассе. Пишем лицу на оружие. Может, они и не подают лицензию, не знаю. можно это бы написать. Что-то они, по-моему, не хотят подавать. О, Катюха, подруга моя. Привет. Я тут не помню, подает лицензию или нет. Вот, все. Она продает лицензии неофициальные. Вот, вот, отошли такие. Тебе необходимо передать 50 тысяч. В общем, это там не наеб, ничего. То есть, вы можете спокойно передавать. Я, правда, вот не помню, на втором уровне можно передавать? Мне кажется, что, кстати, вы 50 раз передаете по тысяче. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть, сорок, семь, сорок, восемь, сорок, девять, пятьдесят. Так, вот, она мне дала лицензию на оружие. Все. В общем, далее. Теперь у нас есть патч, полоска 160 хп, лицензия на оружие. Теперь мы можем спокойно, с полной смелостью, вступить в рифу. Как мы это делаем? Значит, смотрите. Пишем ледерс. Вот, найдете там меня или еще кого-нибудь. Пишите, ПМ10. Пишите, например, не знаю, от Федерико. Все, вот он. Инвайтнул. А какой скин выбираем? Значит, шляпу категорически брать нельзя. Берете либо этот скин, либо этот, либо этот, я не знаю, этот, этот. А вот этот скин нежелательно брать. Либо вот этот. Я выберу печенюшку. Вот, все. Мы выбрали этот скин. Также задавали мне вопрос, как там бегают в банде там со скинами бомжей. Короче, это донат скины, это все. Потом я создал отдельную тему насчет этого. Значит, напомню, для того, чтобы насыновать, ну, или у вас не должно быть ЗВ. Если у вас ЗВ, то вас системой принять нельзя будет. То есть, сначала сидите там в связи с ЗВ, а потом уже, короче, просто, чтобы вас приняли. То есть, там, ула, не ула. Теперь, короче, далее, мы релогаемся и сразу же появляемся на Респе. Так, пока съемку прерываю. Итак, вот мы релогнулись на Респе. Непонятно, что куда, где оружие, машины, что вообще, к чему. Ну, в чем, смотрите, одно из мест, где вы можете хулить себе ХП, это бар. Не только на Респе, может быть, там, внутри, какой-то бизнес, там, еще что-то. Короче, разберетесь по коже. Пишите команду Беринг и пробел на 160 ХП. Там можете в спанках, это такие автоматы, подходите к ним, ментор, нажимаете и пьете. Либо используйте наркотики. В общем, наркотики используют команду UserDrags, купить их можете также в Мафии, где лицензии брал. В общем, как открыть машину? Открыть-закрыть команду и лог. Если она закрыта, подбегаете, лог пишите, открываете. Так, взяли машину, Айт, завели любитель и поехали. За оружием, в общем. В Сан-Фьерре несколько амуниций, где вы можете купить себе ганну. Короче, какой-то даун, она на него пухнет. Короче, так, проедем, потому что здесь балласы, я с фрапсом. В общем, вот мы сейчас проехали одну амуницию, слева она была. Сейчас мы едем в другое, называется центральная ама, чтобы вы знали там. Как раз сейчас будет захват. Значит, там опять балласы. Ну, в общем, я попробую сейчас захлудить. Команду захват. Ой! Ладно, не важно, биндер забыл включить. Так, зашли в амуницию. Вот, видите, вот это спранк, подходите, энтер и пьете. энтер и пьете. Так, оружие покупаете? Я не знаю, я всегда беру с собой 200 гибла и шот 50. Это так, технические неполадки. В общем, сейчас я все-таки решу показать вам именно то ама, где вы должны закупаться. Вот именно на такой самый ближайший. Можете закупаться в любом, то есть, не проблема. но вот это самый ближайший будет. Вот оно, это ама, это называется ама рифа. Вот Симон Ратрай, смотрите, какой бомж. Вот мы его изнасиловали. Офигеть, ну это короче мы попали. Короче, смотываемся. все, мы от него смотались. Потому что я жутко лагаю, не очень удобно играть. Так, значит, в течение дня вам будет выдаваться ЗП от лидера. Это ЗП будет начисляться вам в банк. Банк сейчас покажу вообще. Да и так шибыть. Короче, не покажу. Банк находится вот тут. Вот он этот бизнес. Заходит там будет два пикапа. Личный счет и снимайте деньги, которые вам будут выданы лидером на зарплату. в общем, этот выпуск я завершаю. Следующий выпуск будет о том, как вести себя на войне, что, как вообще и что с чего брать. Так, всем спасибо. Следующий выпуск будет завтра. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok